Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Сегодня мы посмотрим с вами главу 4F использования английского нашего замечательного учебника Spotlight 9. Так привычное нам задание в этой главе на словообразование. Что же мы будем образовывать и от чего в этот раз? То есть из глаголов мы будем образовывать существительные. То есть при добавлении определенных окончаний мы можем из глагола легко получить существительное. Единственное, тут не совсем объясняется, какому существительному какое окончание добавлять, но здесь нам поможет работать со словарем. Активная работа. And the sentences. Tom stayed home to accept delivery of his new Plasma TV. Том остался дома, чтобы принять доставку его новой плазмы. Click on the attachment in the email to see the pictures they sent us. Ну и вы знаете, что в электронной почте иногда бывают приложения, какие-то файлы, картинки, и как раз для них используется слово attachment. The invention of the computer changed our lives forever. И это правда, изобретение компьютера изменило наши жизни навсегда. Since Jane's discovery of online dictionaries, she refers to them for all her homework. И она молодец. Почему? Потому что с тех пор, как она обнаружила, что существуют онлайн словари, их очень много, ребят. Она всегда на них ссылается при выполнении своей домашней работы. И вам рекомендую делать то же самое. The parents at the meeting voted for an increase in spending on computers in the new school year. Increase in spending – это увеличение расходов. В данном случае на компьютеры в новом школьном году. There is a lot of information available on the Internet. Ну, слово «информация» вам знакомо, и да, ее очень много в интернете. Об этом вы тоже знаете. Dependent preposition section. Зависимые предлоги. Exercise 2. Filling the gaps with for, about, from, with, in, or on. Check in appendix 2. Итак, как всегда, в конце вашего учебника приложение 2, которое поможет вам легко выполнить эти задания. Я надеюсь, вы его посмотрели, а теперь давайте проверим. John wrote to his cousin about the new website. Every new invention starts with an idea. Каждое новое изобретение, да, действительно начинается с идеи. Kate has every electrical gadget available apart from a games console. У Kate есть все гаджеты, но переставки нет игровой. Creating a robot is much more difficult in practice than in theory. Да, создание робота на практике действительно сложнее, чем в теории. She relies on her PC to keep informed about global events. Компьютер для нее является надежным источником информации о глобальных событиях. Она на него полагается. He doesn't like shopping, so he uses the internet to cater for most of his shopping needs. Не любит человек ходить по магазинам, ему это не нравится, поэтому он спокойно решает все вопросы через интернет. Там же в конце учебника есть также приложение 1, которое отвечает на за фразовый глагол. Я надеюсь, вы его посмотрели, теперь давайте проверим. They think the forest fire broke out because of a loose electrical wire. Пожар в лесу возник, да, разгорелся из-за плохой проводки, что-то связанного с проводами. Но видно, слэп упал провод и поджег лес. To break into it куда-то вломиться, как вы уже поняли, в данном случае его офис отца и похитили компьютер, жулики. James and Mandy had a terrible argument and then they broke up. To break up это мы понимаем поссориться. What's wrong with the washing machine now? It's always breaking down. А to break down это сломаться, ну, если мы говорим о технике какой-то, о механизмах. Но и не только о них. They broke out of prison and escaped. Ну, это, видимо, те грабители, что похитили компьютер отца, их посадили в тюрьму, а потом они сбежали. То есть убежали из тюрьмы и скрылись где-то. Which phrasal verbs best describes the picture? And let us look at the picture. And the verb to break out best describes this. То есть у нас здесь случай как раз лесного пожара. Помним предложение 1. So, exercise for words often confused. Слова, которые часто путают. Choose the correct word, then make sentences using the other words. Как всегда, в подобного типа заданиях нам предлагается выбрать правильное слово, а с тем, что не подошло, составить собственное предложение. So, let us check. Thomas Edison invented the light bulb. Да, Thomas Edison именно изобрел лампочку. Открыть лампочку нельзя, можно открыть электричество. We did an interesting experiment in our chemistry class yesterday. Research – это исследование. В исследовании очень часто бывает много экспериментов. То есть эксперимент – это меньшая единица. Ну и, естественно, в классе за время урока вы исследование проделать не сможете. А вот эксперимент – вполне. Do you have an electric oven? Есть ли у вас электроплита? Электрическая плита. Электроника здесь, ну, это про другое, да? Это про высокие технологии. Плиты сейчас, конечно, тоже высокотехнологичны, но не настолько, чтобы стать электронными вместо электрических. There is something wrong with the engine of my car. Та часть машины, которая заставляет ее двигаться, называется двигатель. Но никак не машина. Машина моей машины, получается. Can I access the Internet from this computer? Если вы захотите скачать весь интернет, я не знаю, у вас это точно не получится. А вот войти в него, получить к нему доступ с этого компьютера, вы вполне можете. Digital cameras have dropped in price, which has positively affected sales. Очень часто путают эти два глагола. Давайте попробуем через перевод. Цифровые камеры упали в цене, что позитивно отразилось на продажах. Так, эти два глагола у нас очень похожи. В словаре их значения практически совпадают, но между ними есть одна интересная разница. Слово affected употребляется в основном на деловых встречах и официальных мероприятиях, в то время как affected употребляется повсеместно. Здесь у нас нет случая деловой встречи, мероприятия. Это просто констатация факта, что камеры упали у нас в цене. Что и позитивно повлияло на продажи. Такой коварный английский язык. Nowadays, видимо тут буква исчезла. More companies only offer work to people with computer skills. В наши дни все больше и больше компаний предлагают работу только людям с компьютерными навыками. В чем здесь разница? Оуфа – это предложить в значении что-то дать, а suggest – это предложить в значении какую-то идею, либо дать совет. Но вряд ли компании, которым нужны сотрудники с компьютерными навыками, дают им какие-то советы. Конечно же, они предлагают им работу. В любом случае, чтобы эффективно выполнять эти задания, требуется работа со словарем. Grammar revision, exercise 5. Complete the sentences about yourself. Здесь уже, по идее, ваше творчество. Единственное, вас проверяют на то, как вы усвоили грамматический материал главы 3C, в которой мы говорили о том, как мы выражаем будущее в английском языке. And let me give you some examples. This time next week, I'll be in France. By the end of next year, I'll have finished my project. Здесь у нас этот by, помним, да, как раз отсылает нас к совершенному будущему времени. I think I'll go on holiday next summer. I'm going out tonight. I hope to see you in the future. I'll be tired by the time I get home. I'll stay at home this afternoon. Ну и подробнее про каждый случай вы сможете узнать, посмотрев обзор на главу 3C, либо же посмотрев его еще раз, если вы уже смотрели. So, that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon. And bye-bye.